Николай Иванович Шурупов живет в Воскресенской земле с самого рождения, то есть уже 90 лет. И вся его жизнь на благо родной земли. В свой юбилей самые сердечные пожелания он получает от руководства округа, области и страны. Уважаемый Николай Иванович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. И честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Спасибо. Вот еще одно. Спасибо. Все. Вот теперь вот от всей души. Спасибо. Жизнь он прожил непростую. В семье было шестеро детей. Когда маленькому Николаю исполнилось семь, его отца забрали по печально известной 58-й статье, как «Врага народа». Приехали на Воронке. Время было сентябрь месяц. Молодьба была. Я помню, пацанем был. Семь лет мне было. Посадили, увезли. Вот 58-я статья, 10 лет. Коми СССР. В 1942 году войну. Обморозил ноги, гангрены и умер там. Пристали нам извещения. Мать была в истерике. Ну, пережили. Пережили. Это, наверное, самое частое слово в рассказе Николая Ивановича. Время такое было. Надо просто пережить. Коллективизацию, трудодни, неурожаи. Войну. У нас как раз в колхозе праздновали праздник. Окончание посевной. На полянке разместились все колхозники. Столы уставили. Рыба наловили. Мы, пацаны, бегали кругом, радовались. Гормони там были. И вдруг объявляют. Война. Да как же так? Ой, у кого слезы, у кого чего. Мужики стали готовиться. Вот-вот заберут. И началась война. Моя доля выпала вот работа в колхозе. На лошадях. 15 лет я уже вкалывал вовсю. Пахали, сеяли. У нас в деревне 46 домов. Ну, считай, мужчин, человек 35 было в армии. А вернулись, наверное, человек 5, не больше. У меня вот дядя был, артиллерист. Вернулся. Помню, хромые споги желтые. Немецкие слова научился. Вальштейн, Никс Вальштейн. Там обмирали. Ну и вот кто был в тылу, кто в поварами. Вот эти все уцелели. И все же самое страшное время пришлось на первые послевоенные годы. В 46-м в средней полосе России была страшная засуха и, как следствие, не урожай. Картошка не уродилась. Хлеб тоже не уродился. Весной по полям собирали. В 45-м году, что они собрали, картошку с поля. Мороженое отжимали. Мы от пилка какие-то блинчики там. Хорошо, у нас была корова. Мы благодаря этому выжили. Вот. Хотя тяжело было. Кормов не было. Но выдержали. Советский народ терпелив. После армии Николай Иванович работал на производстве в ДСК и в УМ-62. Взглавлял участок, отвечал за тяжелые краны и транспорт. Сейчас у Николая Ивановича большая и крепкая семья. Много внуков и правнуков. И, конечно, самые добрые слова в этот день для любимого деда и прадеда. Здоровье крепкое, пусть радует всегда. Забота и любовь согреют душу. Не унывай, не огорчайся никогда. Твоих советов мудрых будем слушать. Спасибо. Спасибо, мой хороший. Дай тебя поцелую. Умница. Развитию родного края Николай Иванович посвятил всю свою непростую жизнь. И для молодого поколения у него всего одно пожелание – честно трудиться и помогать людям. Руслан Полянин, Новости Искровект.